Сегодня праздник отмечают российские десантники ВДВ. Исполнилось 86 лет. В поздравительной телеграмме президента отмечается, что история крылатой пехоты создавалась мужественными и сильными духом людьми. Тельняшки и голубые береты сегодня встречаются на улицах многих городов. В Москве организовано сразу несколько площадок для гуляния. Репортаж Константина Панюшкина. Ты не бойся, синевый, не утонешь. Простые песни о непростых боевых буднях десанта на Васильевском спуске. На красной сегодня празднуют те, кто уже отслужил... Флагу ВДВ! ...и те, кто надел голубые береты, пока только доставшиеся по наследству от отцов и дедов. Ну-ка, день ВДВ! ВДВ! Глядя на бойцов, одни иностранцы недоумевают, что это за русский в тельняшках и с флагами, другие завидуют. Они дружелюбные, в них чувствуется сила духа, сплоченность, и они хотят служить на благо своей страны. Это здорово! В Москве день ВДВ начали отмечать практически на рассвете с молебна и литургии в храме пророка Ильи в Китай-городе. С праздником! День рождения голубых беретов, 2 августа, совпадает с церковным праздником, Ильиным днем. Но то, что пророк стал святым покровителем воздушного братства, не случайное совпадение, объясняет десантник, протеерей Михаил Бартынович. Пророк был ревнителем, славы Божией. Также десантники ревнуют о доблести, чести, на свою честную, за Родину. От храма крестный ход до лобного места, а следом у стен Кремля настоящий парад. Чеканят шаг курсанты Рязанского десантного училища. Уже маршируют по брусчатке кадеты, которым еще только предстоит пройти жестокий отбор и сделать первый прыжок. Ну, день ВДВ – это, конечно, не только Красная площадь, и не только Васильевский спуск. Десант сегодня накрыл всю Москву. И по традиции главные праздничные маневры в парке имени Горького. Здесь песни под гитару, полевая кухня и соревнования. Кто сильнее? 36, 37, 38, сдавайся! Но главное – это встречи, которых некоторые десантники ждали годами с тех пор, как ушли на гражданку. Новосибирск, Тольятти, Водивосток, Алтай, Алтай. Не могли не прийти, не могли не залезть в фонтаны. Даже простые мальчишки не сомневаются в этот день. Никто, кроме них. Я хочу быть десантурой, служить ВДВ, защищать каждую страну, чтобы сюда нападали враги. Повезло ульяновским школьникам. Дали поддержать настоящий автомат. Или вот день десантников в Пскове. Ну, когда бы еще эту девочку пустили позировать на военную технику? На каком еще празднике? Дети как на карусели катаются на зенитке, пока родители прыгают с парашютом. Приветствуем наших потрясающих парашютистов! А в Новороссийске шоу для взрослых. Без малого 3000 десантников атаковали позиции условного противника и разоружили условных врагов. И пока в одном конце страны, как заколдованные, кружились боевые машины, в другом по Вантовому мосту во Владивостоке с ветерком принеслись гражданские с ветеранами ВДВ. А чтобы тем, кто сегодня не может себе позволить праздник на боевом дежурстве, в командировке, где-то вдали от дома под пеклом, не стало обидно? Их лично поздравляют отцы командира. Кто не на празднике, мы вам завидуем. Здесь жарко, в парадных формах, неудобно. А вам там комфортно, на посту, на боевом дежурстве, под прицелами душманских орудий. Я шучу, конечно, ребята. Будьте живы, здоровы и берегите Россию. Это наша главная с вами задача.